так всем привет с вами dogs life хотел первый ролик записать на новой квартире куда мы перебрались но немножко мы тут пожили и опять переезжаем вот поэтому следующий следующий локацию видите уже на новой квартире вот в этом ролике поговорим вообще что у нас произошло за выходные за это время мы куда мы пропали в принципе все расскажем все объясним вот но увидимся уже на новом месте к счастью или к сожалению не знаю ну думаю к счастью снова переезды по поводу луненки сейчас все расскажу объясню вам ребят как приедем домой пойдем быть покажу тебе где ты будешь кушать пойдем они кошачья твоя еда а еды ты нет сейчас наложим с моментом как вы могли заметить луночки нет с нами вот сейчас сразу объясню вот где луна что с луны чтобы как бы не было потом дальнейшем вопрос дело в том что сейчас как вы видите у нас такой кочевнический образ жизни вот ведется у нас будут частые переезды я думаю еще в дальнейшем вот поскольку мы сейчас живем на съемных на съемных квартирах да очень проблематично снять жилье в принципе с животным хоть каким-то будь это там кошка и так далее собака уж тем более собака моей породы это что-то из мира вон выходящие и одно дело когда один пес ну даже один пес это тяжело спрятать и ну в общем вы меня понимаете а тут две собаки вот как вы знаете луненочка она у меня менее так скажем терпеливая как бадди она может в принципе что-то подгрызть попортить поэтому я принял решение такое надеюсь что она временная все-таки но всяко в жизни бывает я как сказать пристроил руку луну к своим очень хорошим знакомым которые живут со мной в одном городе вот у них имеется две собаки и они согласились мне помочь то есть они будут луночку кормить гулять не вот я в свою очередь свою ответственность собаки не освободил то есть я занимаюсь вопросом вопросами ветеринарными то есть я ее плечу я за не слежу я за не к ней приезжаю беру ее гулять будем также с батиком если куда-то на природу поедем обязательно будем ее брать то есть ответственность меня не снимается по поводу собаки то есть я не открестился от нее и если все будет хорошо если мы заработаем хорошее количество деньжат вот и возьмем наконец-таки дом себе то возможно потому что почему говорю не точно потому что как в жизни бывает мы ее обратно заберем вот так же по поводу щенков щенков в этом году ребят не будет по причине того то что как я и говорил в предыдущем ролике там через 5 видеороликов назад то что я не сторонник плодить без документов собак вот поэтому в следующем году примерно это будет январь-февраль течка луны может быть чуть потому что нам раньше января нельзя вязать то есть все что после января обязательно как бы мы будем вязать их будут щеночки поэтому готовьтесь как бы все желающие следующем году в двадцать четвертом если дай бог все у нас будет хорошо то даст бог будут щеночки второй момент надеюсь по поводу луны все понятно на этой неделе также выйдет ролик слоненкой обязательно мы едем с ней к ветеринару будем смотреть ее здоровье проверять и заодно с ней погуляем ну и в просто хочу сделать ролик чисто с луной куда-нибудь не съездим пока у нас вот такие вот дела до рыжий амишарик вот теперь про рыжего это еще тот мародер в общем переехали мы в квартиру но тут найти самое интересное тут живет кошка и кошка живет помимо того что она не любит и ненавидит собак она ненавидит людей она меня не выносит сейчас вам ее покажу подожди и сейчас после того как я вам ее покажу я вставлю резки как вообще прошло знакомство с боди с ней пока я слежу за этим как бы у нас четкие границы сейчас у нас тут небольшой бардачок вот она собственно наша красотка красотка но очень злая если она даст себя погладить это прям вообще что-то из мира он выходящий знаете в этом есть какой-то шарм своя какая-то найти дружба дружба через ненависть и на самом деле я вообще не ожидал от нее такого то есть она ну реально ни разу не видел больших собак реакция у него была просто фантастическая а там убежала шипела выгналась буквально вчера то есть мы живем здесь уже два дня сегодня второй день фактически вчера вечером уже то есть на первый день мы пришли с бодиком с прогулки представляете просто она берет сама вот это вот кошка которую вот не уж все лезет как она видит базика сама пошла короче подошла они прямо на сами понюхались вообще так мило было честно говоря я не ожидал то есть кошка такая как сказать со звездочкой вроде ненавидят но в то же время то есть она когда от нее не ожидаешь этого она очень даже смелая девчонка поэтому не знаете из этой дружбы получится вот я пока слежу чтобы батик беспризорно к ней не подходил чтобы лишний раз как бы это но не создавать такую ситуацию нервная для животного чтобы они как бы пока привыкли к друг другу на расстоянии в общем короче новый контент подъехал ребят как приручить взрослую кошку то есть ей пять лет ненавидящую собак вот к такому псу здорово но новый контент будет вот так же ребят постараюсь сейчас выкладывать почаще ролики вот немножко мы это искали вдохновение ну бывает такое да и погода стояла минус 28 минус 35 то есть очень холодно было вообще не до видео то есть мы не гуляли особо праздники были то есть отдыхали тоже в общем всех кто ждал и поддерживал нас писали огромное спасибо вот очень приятно было слышать от вас такие теплые слова вот никуда мы не пропали будем радовать вас своими видеороликами по поводу луна опять же ситуацию прояснил никуда мы ее не бросили просто сейчас такой момент вот ну надеюсь меня поймут люди то есть я не избавился от животного но сейчас вот такой тяжелый период сами видите в каких условиях сейчас живем небольшая квартира кошка у нее стресс если будет две собаки это будет вообще просто борода но сами понимаете то есть я я бы рад ее собой сюда забрать я просто не могу просто не могу сейчас вот но и в любом случае если вдруг не дай бог там что-то произойдет там меня заберут одну собаку проще отдать своим родственникам чем 2 2 никто естественно не возьмет потому что это большая ответственность вот такие дела сейчас ставлю вам врезочку моментов как мы знакомились собак на просто вот я когда вот они соприкасались неожиданный период у меня был телефон и я как-то быстренько это все подснял посмотрите вообще реакция у нас первый вечер совместный кошка не то что собаку она меня не переваривает то собака бадик не очень сильно рвется активно я его запрещаю поэтому он сидит он ведь очень сильно хочет к ней прям кошка мурзится чтобы понимали она ни разу жизни не жила собакой и сейчас уже пять лет но уже взрослая представляете да насколько это тяжело будет это будет очень тяжело когда собака под контролем контролируема видите то есть он не бросается хотя он сейчас мог спокойно к ней броситься я вот ему сказал сидеть ждать сидит и ждет сейчас буду мыть ему лапы так постепенно приучаем по крайней мере чтобы они как бы это знали что они рядом друг другом могли находиться тоже добиться того что чтобы они друг друга любили это возможно скорее всего невозможно но чтобы они друг друга не замечали как минимум можно попробовать сделать с вами было dogs life всем здоровых и послушных собак увидимся ближайшее время в новом ролике до новых встреч